Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Проводить сделки с недвижимостью теперь можно без обращения к нотариусу. Договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей в объекте недвижимости теперь можно заключать в простой письменной форме. Несоответствующий закон вступил в силу с 31 июля. Подробнее об этих изменениях мы сегодня поговорим с заместителем руководителя управления Росреестра по Хакасии Натальей Осачаковой. Наталья Ивановна, в этом году произошло сразу несколько изменений в законах. Расскажите подробнее, какие нормы вступили в силу этим летом? Действительно, вы сказали, что со вчерашнего дня, с 31 июля, вступил новый закон, который упростил процедуру оформления некоторых сделок. Так, если объект недвижимости, будем называть квартира, находится в долевой собственности у нескольких собственников, и они продают ее одному лицу по одной сделке, то со вчерашнего дня удостоверять у нотариусов ее не нужно. До этого было как раз требование об обязательном нотариальном удостоверении, поскольку предметом сделки являлась доля в праве. Также отменено обязательное нотариальное требование, если вы, например, решили сдать свою долю в праве в ипотеку, заложить кредитной организации. То в таком случае также не требуется нотариального удостоверения. Но здесь надо понимать, если, допустим, такой договор ипотеки заключается не с кредитной организацией, но, допустим, гражданами между собой, то тогда такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. По поводу сделок продажи квартиры, которая находится в долевой собственности, тут тоже важно знать всем собственникам, если одним из собственников является несовершеннолетнее лицо, то такой договор будет подлежать обязательному нотариальному удостоверению. Независимо от того, одному лицу продают по одной сделке, если только есть в собственниках несовершеннолетний, то это обязательно сделка проходит через нотариуса. А если, к примеру, при продаже долей в одной квартире один из собственников не согласен с продажей, вот в таком случае, если продается не вся жилплощадь, а несколько долей, регистрация у нотариуса остается обязательной? Если не вся квартира продается, а несколько долей, то в таком случае да. Наталья Ивановна, а что хорошего несет данный закон, и в чем может быть его недостатки? Ну, все-таки предполагается, что это существенно сократит затраты финансовые, может быть, какие-то временные затраты граждан, которые желают продать такие квартиры. Как правило, у нас собственниками квартир являются, ну, допустим, супруги вдвоем, да, или чаще всего совершеннолетние лица, которые вполне могут составить договор сами и уже подать в многофункциональный центр на регистрацию, исключая, избегая финансовых затрат, оплаты услуг нотариусов. Но опять-таки, нотариально заверенная сделка, она более, скажем так, безопасна. Вот это право все-таки обязательно не заверять у нотариуса? Или люди, если хотят обезопасить себя, они имеют право все-таки обратиться к нотариусу? Если хотят обезопасить себя, конечно, они такое право имеют. Чем безопасна сделка действительно удостоверенная у нотариуса? Поскольку нотариус подробно разъяснит права каждым сторонам участникам сделки. То есть и покупателю, и продавцу. Что приобретает покупатель, что, скажем, теряет продавец в данном случае? Запросит необходимые сведения, которые нужны нотариусу, чтобы удостоверить законность нашей сделки. Мы, как Росреестр, мы ограничены в таких запросах, которые можем направить, чтобы, допустим, удостовериться в законности сделки. У нотариуса здесь полномочий больше, он может получить больше информации. Расскажите еще подробнее, что изменилось в переводе жилого помещения в нежилое для жителей нашей республики. Сегодня собственник такого помещения, который решил перевести свое жилое в нежилое, ну, знаем, что, как правило, это на первом этаже, да, помимо остальных документов, которые он раньше представлял в орган, который принимает такое решение, ну, у нас в Абакане это департамент недвижимости, помимо остальных, помимо заявления, помимо правоустанавливающих документов, помимо проекта, проводимой перепланировки, переустройства, в обязательном порядке должен представить протокол общего собрания собственников. То есть сегодня без согласия собственников многоквартирного дома, да, такое решение принять нельзя. Кроме того, обязательно необходимо письменное согласие тех собственников, чьи помещения примыкают к данному нежилому помещению. То есть это те, которые имеют общую стену, либо находятся над переводимым помещением, либо под переводимым помещением, с них в произвольной форме, но в письменном виде, согласие в обязательном порядке нужно получить. То есть процедура перевода в нежилое, она значительно усложнилась? Ну, достаточно усложнилась, но полагаем, что к этому имеются основания, да, поскольку знаем, что бывают и случаи незаконной перепланировки, точнее, перевода в нежилое. Поэтому это очень хорошее нововведение. Я думаю, что, в принципе, проблем не возникнет. Тут в данном случае соблюсти нужно будет кворум при проведении общего собрания. То есть голосов должно быть за перевод такого помещения более 50%. Ну, в жилищном кодексе все достаточно подробно прописано. Также месяц назад вступил в силу закон, ужесточающий условия для работы застройщиков. Расскажите об этом подробнее. В чем суть этих изменений? Да, с 1 июля застройщик, привлекая денежные средства, лиц, которые желают построить квартиру в доме, не могут использовать эти денежные средства напрямую. Они должны помещать их на специальные эскроу-счета, которые открываются в уполномоченном банке. И эти денежные средства участников долевого строительства находятся там до акта ввода в эксплуатацию. То есть таким образом государство защищает те деньги граждан, которые решили построить таким образом квартиру. Если вдруг, допустим, случаются какие-то моменты, дом не сдается в эксплуатацию в определенный период, или застройщик начинает банкротиться, то эти деньги со скроу-счета, как правило, возвращаются участник удалевого строительства в целости и сохранности. Но здесь существуют критерии, поскольку не все застройщики, допустим, кто-то уже строит давно дом, кто-то год назад начал строить, то есть у них требований обязательного открытия скроу-счетов сегодня нет. И до сих пор, если они привлекают денежные средства, если у них процент готовности их объекта и процент заключенных договоров позволяет, то Министерство строительства, в данном случае Республики Хакасия, дает заключение о степени готовности, которое позволяет застройщику не открывать скроу-счета сегодня, а спокойно, тем же путем, которым он строил раньше, достроить этот дом. Если кто-то уже сегодня из застройщиков начинает новый дом, то здесь уже обязательное открытие скроу-счетов. Наталья Ивановна, но все-таки не всем, наверное, застройщикам удобно данное нововведение. Необходимо искать и собственные средства. А может быть наблюдается спад регистрации прав на квартиры в новостройках в связи с данными изменениями? Ну, за месяц пока сказать сложно, Но спад в целом по регистрации договоров участия долевого строительства наблюдается по сравнению с таким же периодом за прошлый год. Примерно где-то в два раза у нас договоров участия долевого мы регистрируем меньше. Не могу сказать, что это связано с изменениями законодательства. Возможно, есть какие-то иные причины, социальные, экономические. На наш взгляд, это временная мера. Полагаем, что не так давно изменилась стоимость квадратного метра жилья. Может быть, и с этим как-то связано. Но полагаем, что это скоро все возобновится. Наталья Ивановна, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин